Всем привет! В этом выпуске мы с вами вспомним одну замечательную актрису, которую многие знают лишь по эпизодам, и в основном это эпизоды сериала «Моя прекрасная няня». Однако, Александра Ивановна Назарова снялась более в чем 100 фильмах, и ее фильмография более чем обширна. Покажу вам, как выглядела актриса в юности, расскажу о ее детстве, взрослении и как случилось так, что в возрасте 71 год она заменила мать для своей внучки. По традиции, прошу вас оставить комментарий, в каких фильмах вы помните Александру Назарову. Приятного просмотра! Александра Ивановна родилась в период Второй мировой войны, в июле 1940 года, в семье актеров, поэтому с выбором профессии никто даже особо и не размышлял. Родители будущей актрисы снимались и играли в театре. Папа, Иван Дмитриевич Назаров, был заслуженным артистом РСФСР, и помимо актерской деятельности занимался режиссурой. Отменных ролей в кино у него, правда, не очень много. Среди них, пожалуй, что можно выделить роль Федота Петровича Кривошеева в фильме «Член правительства» 1939 года. Мама Александра Назаровой снималась дольше своего мужа, однако тоже не снискала большой славы в кино. Но тем не менее снималась с такими мэтрами отечественного кинематографа, как Евгений Леонов, Сергей Филиппов, Алексей Смирнов и другими известнейшими советскими актерами. Перед тем, как Александра Назарова успела пойти в садик, Ленинград, где тогда проживала девочка с родителем, настигла война, и матери Александры с трудом удалось выбраться из блокадного кольца и бежать в Владивосток к мужу, который тогда находился с театром на гастролях. Именно в этом театре, гастролируя, маленькая Саша и отметила День Победы. На тот момент ей исполнилось 5 лет. Пришло время возвращаться домой, в Ленинград, но, как выяснилось, дома у них больше не было. Точнее он был, но жил там совсем другой человек, чиновник, занимавшийся снабжением войск и содержанием воинского хозяйства. Выгнать актерам его так и не удалось, и они перебрались жить в маленькую коммуналку. Окончив школу, Александра Назарова, несмотря на отговоры родителей, поступает в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии, и с успехом оканчивает его в 1961 году. Еще будучи студенткой, она дебютирует небольшой ролью в кино, сыграв Надю Брагину в фильме Юлия Райзмана «А если это любовь?» Брагина, иди к доске. Давайте, види. Ну, я... Ну, я слушаю вас. И работницу почты в фильме «Горизонт». Так уж догадываемся. Тайна переписки охраняется законом. Но это мое письмо. Я сама сделала поступок, а теперь раздумала. Надо было раньше думать. Теперь вы имеете право затребовать письмо из пункта назначения. К тому времени Александра уже была замужем за Юрия Приходько. Она познакомилась с ним непосредственно на своей работе. Юрий работал кинооператором. Первая главная роль актрисы состоялась четырьмя годами позже. Ею стала Ира Егорова в фильме «Любимая», который снял режиссер Ричард Викторов. Вы можете помнить его по фильмам «Москва к Исиопея», «Отроки во Вселенной» и «Через тернии к звездам». После этой роли актрису замечает. И дальше следует еще несколько главных ролей в фильме «София Перовская» и в фильме-спектакле «О поезд идет». После этого у актрисы больше не будет главных ролей практически 35 лет. За это время Александра Назарова успевает развестись с первым мужем, виной стал курортный роман, и выйти замуж за врача-реаниматолога Юрия Михайлова, которому родит сын Дмитрия. Но брак вышел недолгим, и пара рассталась, когда их сыну исполнилось всего два года. Сыну актрисы не повезло родиться в эпоху перемен, он попадает в плохую компанию, что в итоге приводит к его гибели в возрасте 41 год. Причина смерти до конца не ясна, есть версии как убийства, так и передозировки. Несмотря на разруху, актриса не затерялась, и продолжала сниматься даже в тяжелый для многих актеров 90-е годы. В начало нулевых Александра Ивановна отмечает ролью в популярном тогда сериале «Граница. Таежный роман», сыграв санитарку в трех эпизодах. «Шла ты домой? Домой? Хоть бы музыку включила. Музыку? Чудная ты стала. Точно умом тронулась. Зима же. Лет на дворе. Где ты зиму-то увидела? Ой, холодная какая-то. Прям покойница». Снималась актриса и в сериале «Бригада», сыграв бабушку Оли. Алмаз. Забывайте, Георгий, что алмаз требует соответствующего фона. Таким образом, незаметно наступает 2004 год, в котором актриса снимется в одной из главных ролей украинского сериала «Таргаши», а чуть позже получит приглашение сыграть в одном эпизоде «Моя прекрасная няня». Это был третий эпизод первого сезона сериала. Однако зрителям так сильно полюбилась харизматичная бабуля-няня Вики, что режиссеры и продюсеры решили внедрить этого персонажа на постоянную основу. В итоге, в роли Надежды Михайловны актриса проведет 46 эпизодов, снявшихся у всех сезонов сериала, успевая параллельно сыграть одну из ведущих ролей в сериале «Черная богиня» и «Служба доверия». После съемок «Моей прекрасной няней» популярность актрисы сильно поднимается и количество предложений сняться в кино будет поступать с утроенной силой. Александра Ивановна с удовольствием принимала участие во многих работах. Отмечу лишь некоторые киноработы. Кухарь-3, Мамы, Учитель в законе возвращения, Ёлки-1914. В 2011 году, как я уже упоминал ранее, актриса лишается сына, который незадолго до своей смерти женится, и у пары появляется дочка, которую в честь бабушки называют Александрой. После того, как папа не стало, девочка оказывается в детском доме, потому что мать девочки исчезла в неизвестном направлении, что повергает Александру Назарову в шок, и она сразу же оформляет опекунство над крохой и становится для девочки настоящей мамой. В 2018 году актриса ждала последняя сыгранная ведущая роль в украинском сериале «Новогодний ангел», где она исполнила роль Зинаиды Петровны Ильясовой. В 2019 год был обращен к гибели актрисы. В августе у нее начались проблемы с легкими, и актриса, не выдержав лечения, ушла в мир иной до 20 августа, оставив любимую внучку, которой на тот момент исполнилось 10 лет. Но тем не менее, она сделала все, чтобы девочка никогда ни в чем не нуждалась, работая до последнего дня и завещав все свои вещи, включая квартиру, дачу и машину, девочке. На текущий момент Александре 12 лет, и она вполне счастливо живет, у нее большая семья, опекунство над ней оформила троюродная сестра Надежды. А учится девочка в пансионе при Министерстве обороны, куда ее помог устроить Сергей Шойгу по просьбе актера и режиссера Сергея Никоненко. Фильмы из сериала с участием Александра Назаровой выходили и после гибели актрисы, последним из которых стал короткометражный фильм «Новый год», снятый в 2020 году. Вот такая насыщенная жизнь получилась у этой замечательной 79-летней актрисы, которую, я уверен, будут долго помнить многие любители кино и сериалов. Всем спасибо и не забывайте подписываться, ставить лайк и нажимать на колокольчик. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok